МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На массовом Жневе-2012 будет задейнешана боль за полторы тысячи комбайнов. Утымлику коля 100 новых машин КЗС-1218 по лесу, которые поступили у господарки региону на передо днеуборочной кампании. Хлеборобам Гомельской области необходимо убрать амаль-380 тысяч гектаров зерневых и зернебобовых культур. Больше за 3% на сегодняшний день уже обмолочено. По коль самая высокая урожайность колоссовых в Речицком районе. Амаль – 35 сантиметров з гектара. У той же часа с подарки Гомельской области почали реализацию збожжа для державных потреб. Першие автомашины со збожжем нового урожаю прибыли на комбинаты хлебопродуктов з Речицкого, Петрыковского, Хойницкого и Калинковицкого районов. На сегодняшний день аграры Гомельщины выконали держзаказ амаль на две тысячи тонн пшаницы, жито и инших культур. Увесь объем держзаказу не меньше за 150 тысяч тонн. Вылучение кандидатов у депутаты Палаты представников 5-го скликанья началось на Гомельщине. Право вылучать своих кандидатов на место у парламенте мают политические партии, працовные коллективы и грамадяне. На пытание журналистов отказалась сегодня член Центральной выборчей комиссии по Гомельской области Светлана Кацупа. Так, у приватности вылучение кандидатов от працовных коллективов проходят на сходах, где повинна присутничать больше за полову у всех работников, которые работают на предприемстве. Претендентов на депутатское кресло от политических партий вызначают высшие партийные органы. И еще один способ вылучения – сбор подписов выборщиков. Каб скористать его, потенциальный претендент на место у парламенте, обовязаны не позднее 19 липеня подать у округовую выборчую комиссию заяву об регистрации инициативной группы и спис яе членов не меньше за 10 человек. Далее, инициативная группа повинна собрать свыше тысячи подписов выборщиков, которые проживают в окрузе, где баллотируется кандидат у депутаты. Нагадаем, у ответственности с выборчим законодавством инициативной группе уже не треба заверать подписы у мясцовым выконками. Спис мест, где заборонено проводить пикеты по сбору подписов, размещены на сайте городского выконавчика комитета. Нагадаем, выборы пройдут 23 вересня. Процессы движения очень серьезные. Проходят собрания, конференции, обсуждаются кандидатуры и выдвигаются конкретные кандидаты, которые будут вести предвыборную работу, которые будут формировать группы инициативные, которые будут разрабатывать свои программы, и доводят до сведений избирателей, привлекать избирателей в свои ряды. На улице Советской в областном центре сегодня о полдне створился затор автомобилей. Простоять с половых один у пробцы довелось усим водителям, которые вы решили прокласть свой маршрут в центр города. Перед скрыжеванием в улице Советской и Рогачевской отбылось ДТЗ с уделом одразу трех автомобилей. Подаденных держаутоинспекции, причиной, по которой некольки сотни автомобилистов простоялись сегодня у пробцы, стало неуважливое ваджение одного из удельников аварии. Женщина, якая кировала автомобилем «Фольксваген Пола», праз интервал у две секунды сутыкнулась с початку за одной машиной, а потом лоб у лоб урезалася у другую. У боковым сутыкнений с початку зачапила автомобиль «Ауди» и, выехавши на сустречную полосу руху, протаранила новый «Лексус». От удару я ей иншамарка перекулилась и упала дахом на асфальт. Як стверджают супрацовники Держаутоинспекции, Жанщине пошанцевало, что худкость ее автомобиля не перевышала 60 км в годину. Водитель отрымала травмы и была шпитализована. По попередних даденных, знять момент авары сдолил видеорегистратор, усталяванный на машине водителя, який проезжал побач. Зараз инспекторы анализуют видео и высветляют усе обставины здоровья. В результате дорожного происшествия женщина автомобиля «Фодельсвагенпола» была госпитализирована. Участники двух других автомобилей не пострадали. Предварительной причиной можно сказать, что женщина не учла скорость движения и дистанцию. Быть сучасным и поспяховым важно для кожного. Однако не у кожного есть на это гроши и час. Как правильно распородиться тем, что маешь и не гублять час даремно в нашем наступном сюжете? Компьютер, мобильный телефон, фотоаппарат или видеокамера – все это давно не роскошь, а необходимые атрибуты современного человека. Если вы вдруг еще не успели стать их обладателем, либо пришла пора менять технику на более современную, приглашаем в магазин «Цифровик». Здесь вам помогут выбрать подходящую как по характеристикам, так и по цене модель настольного, либо же мобильного компьютера. Близится начало учебного года. Многие родители уже задумываются о покупке для своих детей компьютеров и ноутбуков. На сегодняшний день в наших салонах представлен большой ассортимент компьютеров, ноутбуков для учебы и для работы. У нас в компании совместно с банками разработаны специальные пониженные процентные ставки по кредиту. Впрочем, в магазинах «Цифровик» порадовать себя или своих близких можно не только хорошим компьютером, но и другими не менее полезными и приятными покупками. Принтеры, сканеры и многофункциональные устройства, клавиатура и мыши, веб-камеры, всевозможные аксессуары для геймеров, сумки для ноутбуков, флеш-память, фотоаппараты и видеокамеры, MP3-плееры, GPS-навигаторы, цифровые фоторамки, мобильные телефоны и многое другое. Конечно, не забыли и о ценителях звука. Представлен широкий ряд акустики лучших производителей. Здесь действительно есть все, что вам нужно. Товар абсолютно весь у нас сертифицированный, так как мы работаем напрямую с официальными поставщиками, у нас предоставляется максимальное гарантийное обслуживание. И надо сказать, ваш бюджет даже не заметит покупки, поскольку даже без первоначального взноса и поручителей можно оформить кредит на срок до трех лет или беспроцентную рассрочку до полугода. Сделать это легко и просто. У нас для этого нужен минимальный пакет документов, а это именно паспорт. И главное, чтобы работали три месяца. Никаких справок с работой о доходах и так далее. 15 минут достаточно для оформления. Тем более у нас по кредитам, могу сказать, самые минимальные процентные ставки по городу Гомелю. Так что хватит мечтать. Берите паспорт и приходите. Сергей Негиревич, Игорь Морищенко, телерадиокомпания «Гомель». На этом наш вечерний выпуск завершенный у студии телерадиокомпании «Гомель» працавала Алена Троценко. Я ожидаю всем только добрых новинов. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова